Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале, надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Деревенский дневник очень многодетной мамы, ну или мать-героиня. А попроще, да, о Лёле Поберухе, которая сняла для своих фанатов, да, видеоролик, как она пережила потерю ребёнка. Ну, про потерю, ребят, ну, правда, я просто-напросто не верю, потому что из всего того, что мы уже наблюдаем, да, за Лёлей, как она якобы, да, показывала нам, что она здорова, да, её ничего не беспокоит какое-то время назад, всё прекрасно, а тут резко, да, беременность, ещё замёрзшая беременность и срочно нужно оперировать, да. Ну, и мы прекрасно с вами понимаем то, что хомячки уже обеднели, да, и доверие уже не такое к Лёле, и с деньгами не хотят расставаться, и донаты совсем уже не такие, как раньше. Лёля просит, просит, придумывает, придумывает, а всё равно, да, донаты никак не идут. Поэтому приходится Лёле беременеть, потом расставаться с ребёнком, ну, а что уж дальше будет, мы с вами знаем. Дальше будут стримы, опять же будут слёзы горохом, опять Лёля будет, да, писать такие названия к видосам, за что меня ненавидят, и снова, и снова, и снова, как сейчас в этом видеоролике. Да, Лёля нам показала, что она там в больницу приехала, и специально, да, показала вот этот вот момент, когда она шла по переходу где-то под землёй. Ну, возможно, просто её повели туда, может, чтобы укоротить путь, и поэтому, да, Лёле надо было всё это заснять, где она идёт, якобы какая страшная больница, и она такая бедная, несчастная. Ну, что, ребят, что мы увидели? Ничего мы, как такового, не увидели, да, палату, капельницы там она какие-то показывала, напротив кто-то там лежал из женщин, потом показала нам, чем её покормили, постонала, поохала, рассказала, что дети её ждут и очень-очень её любят, да. Хорошо, что не сказала, что дети так сильно переживают и плачут о потере ребёнка, потому что если действительно что-то там потеряла, то дети, наверное, не нарадуются, потому что они уже устали один-одного бесконечно нянчить, что, ну, в конце концов, мама должна быть мамой, да, а не просто родила и оставила, родила и оставила, ну, не в роддоме, конечно же, дома. И друг дружку дети вот так вот растят, воспитывают, досматривают. Ну, и периодически появляется некая няня, которая потом опять уходит, приходит новая и так до бесконечности. Ну, потому что мама родная, она же велика благирица, и ей некогда заниматься детьми. И у неё очень сложная работа – врать, придумывать, фантазировать на стримах, да, сидеть часами, чтобы как можно больше денег ей накидали. Мерзко, ребят, это ужасно мерзко. Ну, она не остановится, ребят. Если я раньше вот смотрела её видосы, думаю, ну, когда-то этому должен прийти конец, когда-то же она должна, ну, возможно, одуматься и перестать заниматься такой ерундой, враньём, поберушничеством, но понимаю, что нет. Нет, это не случится. И сама она точно не перестанет попрошайничать, а, походу, ещё больше начнёт фантазировать. Ну, и посмотрите, ребят, вот внимательно просто наблюдать за её каналом, что у неё бесконечно что-то случается, бесконечно какая-то катастрофа. И именно после такой катастрофы ещё больше денег нужно. Ну, и Лёля в больнице опять рыдает, снова рыдает, бесконечно рыдает. И сначала, ребят, немое кино, да, а потом уже, да, Лёля рассказывает, что вот якобы она уже отошла, и вот она плачет, как же ей тяжело, как же ей плохо, и как же это страшно, эти ряд детей. И она вот решила быть настолько открытой, настолько искренней, и не скрывать от зрителей то, что с ней случилось. Прям-таки, прям-таки, Лёль, ты вся сама искренность. Ребят, вот что бы она ни говорила сейчас, да, уже её слёзы на меня не действуют. Нет, ну хотя, я уже говорила, моменты бывают, что рыдать охота вместе с ней. Такая уж она профессиональная обмануха, да, барихуха. Но здесь смотришь и уже начинаешь понимать, когда Лёля врёт. И вот умеет же, ребят, вот умеет же обмануть всех, ребят. Ну, мне просто ещё очень интересно, что же она будет петь на стримах? Что же опять она будет клянчить? И на что будет клянчить? Ну, понятно, ещё на машину она не наклянчила. И, видимо, именно состоянием сейчас, как ей тяжело, как ей плохо, и как она подавлена морально, и какая катастрофа века с ней случилась. И просто в такую минуту обязаны все, все сложиться, причём мигом, и отправить ей донаты. Ребят, неужели ради этого, получая такие деньги, как получает она? А она неплохо получает. Даже сейчас, когда куча ограничений, да, она готова, слушайте, опускаться до такой низости, да, чтобы врать. Ну, ладно, ребят, ладно. Показала она нам больницу, показала она, что якобы она на кровати больничной, что якобы была операция. Возможно, и была операция. И, возможно, и правда залетела. И на ранних сроках поняла, что никакого ребёнка не должно быть. Да, могло быть и такое, да. И поэтому сама, только самовольно, сама она решила это сделать. То есть чистку. Ну, а, возможно, там и не было никакой беременности. Ну, и, как писали, какие-то проблемы со здоровьем, при которых действительно нужна чистка. Ну, всё это очень красиво приукрасилось, да. Лёля полила, да, сахарным сиропом и сиропом из слёз. Угу. Для привлечения вынимания к нон-персоне Лёли Поберухи. И специально всё это было задумано. Потому что, ну, к операции было явно видно, что она уже готовилась, она уже была в ожидании, поэтому и мама её заранее приехала. Возможно, тот момент был, когда дети приехали, и когда она встречала, помните, с поезда. И, возможно, тогда уже приехала мама. Ну, может быть, она приехала чутка позже. Но это было всё по плану. А не прям-таки экстренно, что тут же сходила в больницу, и тут же назначили операцию, и мама, я говорю, прям свалилась, да, прям свалилась с неба, чтобы помочь Лёле с детьми, так как ей срочно надо в больницу. Поэтому, ну, ребят, ну, враньё, сплошное враньё. Ну, в больнице и что? Что с того, что она в больнице? Это не говорит о том, что Лёля действительно потеряла ребёнка, и что у неё при этом, да, замёрзшая беременность. Враньё, враньё, ещё раз враньё. И бедная Лёля уже сама запуталась в собственном вранье. В общем, ребят, мы опять в ожидании, в ожидании стрима, в ожидании выхода торжественного Лёли из больницы. Ну, а ей желаем быть всегда здоровой и никогда не врать своим зрителям. Ну, хотя это пожелание, да, как об стенку горох. Ребят, я буду заканчивать. Напишите, что думаете вы по этому поводу. Ну, а я, ребят, хочу напомнить, что это лично моё мнение. Я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok